В музейной жизни города новое событие. Для посетителей открыли подземный переход, который соединяет музей промышленности и искусства и музей ситца. Тоннель был заложен в 1912 году, но любопытствующих горожан туда не пускали. Теперь в переход может прийти любой желающий и познакомиться с первой в истории города экспозицией, посвященной Дмитрию Геннадьевичу Бурылину. Мы хотели создать вот такую экспозицию, рассказывающую о его корнях, о его жизни, о том, как он создал из своих домашних коллекций вот этот великолепный музей промышленности и искусства. Таким образом, подземный переход символизирует жизненный путь известного собирателя. Начало все со старобрядческой коллекции, которая досталась Дмитрию Геннадьевичу от деда. И так, шаг за шагом, небольшая домашняя коллекция Бурылина превращается в один из лучших провинциальных музеев истории цивилизации. Он в своем уставе музея написал, что музей создан для того, чтобы поднять уровень текстильной промышленности. То есть он думал, что нашему городу надо приобщиться к вершинам технологии, техники, к предметам разных цивилизаций, для того, чтобы поднять свой уровень, свою культуру и поднять уровень города. Сам Бурылин признавался, что музей – это его душа. Необъяснимое и мистическое присутствие бывшего хозяина работники хранилища искусств чувствуют до сих пор. Призрак Бурылина частенько обходит свои владения. Многие мистические случаи связаны именно с Бурылиным. Ходит, реагирует, дает знаки. Ну, именно из подземного перехода, шорохи, шаги. Здание старое, оно, конечно, вибрирует, живет, и поэтому, конечно, идут какие-то колебания. И мало кто знает, что такая безобидная чертовщина творится прямо в центре города. Проезжая по улице Батурина, сотни машин ежедневно пересекают самое мистическое и загадочное место Иваново. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.